В нашей стране Николай Николаевич Миклуха Маклая пользуется большим уважением и его память Чтут. Русское географическое общество учредило медаль имени Миклуха Маклая за выдающийся вклад в изучение народов океаний и общих проблем географии и этнографии. Даниил Давидович Тумаркин советский и российский ученый специалист в области этнографии и истории океаний Именно он возглавлял этнографические отряды экспедиций в 1971 и 1977 годах на Новую Гвинею. После того, как Николуха Маклая был на Новую Гвинею, из России практически никто туда не приезжал. Я начал просить дирекцию института организовать туда экспедицию. И вот, наконец, в 1971 мы отправились на научно-исследовательском судне Дмитрий Менделеев в рейс и посетили много островов, но для нас звездным часом было, конечно, посещение деревни Бонго. Когда мы туда прибыли, мы совершенно не знали, что нас ждет. То ли они такие же первобытные, как это описал Николуха Маклая, а может быть, они сами начнут нас снимать фотоаппаратами, кинокамерами, мы ничего не знали. И вот члены моего отряда, у меня было семь человек, сели в шлюпку и команда Дмитрия Менделеева доставила нас к берегу. На берегу собралась уже довольно большая толпа. Они с большим удивлением смотрели на огромный белый пароход, которого раньше в этих водах не было. И вид у них был довольно угрюмый. Но когда мы подъехали к берегу, я закричал на языке Бонго, который я изучился по дневникам Николуха Маклая. «О, таму! Кае! Каабатера! Симум!» Это значит «О, люди! Здравствуйте! Мы с вами братья!» И эти слова произвели огромное впечатление. Они заулыбались, пригласили нас высадиться. И так началось наше пребывание. Мы сказали, что мы из Таль-Маклая, из деревни Маклая. Сказали «Таль», потому что слова «государства» у них нет, а деревня есть. Это растопило их недоверие. Нас разместили в небольшой хижине на окраине Бонго. И вот на следующее утро мы отправились снимать. Первое, что мы узнали, что Николуха Маклая им хорошо известен. О нем есть предания и легенды. И несколько таких преданий мы записали на магнитопол. Конечно, это были уже не те первобытные люди, которые были при Николуха Маклая. У них появилась уже миссионерская школа, естественно, протестантская церковь, кое-какие предметы, металлические, топоры, копии, наконечники, сетрел. Но вот эти новые сдвиги, они не уничтожили старую культуру, они как бы поверх нее наложились. Так что мы достали удивительную смесь старого и нового. У папуасов были домашние животные. Свиньи, собаки, куры. Свинья для них было нечто священное. Женщины откармливали своим молоком поросят. И поросята считались пищей, которую могут употреблять только взрослые мужчины, прошедшие инициацию. Мы слышали в этих инициациях, которые заключаются в том, что юноши уводят в лес в хижину, посвящают их в тайны, которые должны знать только взрослые мужчины. И потом им делают обряд обрезания. После этого они возвращаются в деревню и уже становятся полноправными таму-бору взрослыми пупасами. в последний день, когда мы должны были уже отплыть на деревенской площади, которая называется Кагумуары, сердце деревни, была пантомима, а потом старинные танцы. Казалось, мы перенеслись в прошлое столетие. Те же танцы и танцоры были одеты так, как описал Микулка Маклая. Конечно, они так уже не ходят постоянно, но оделись для праздников. Когда мы вернулись в СССР, нам удалось подготовить целую книгу на берегу Маклая этнографической очереди, много статей, и тем самым началось в нашей стране изучение Иклуха Маклая на новом этапе. Мы выяснили, что очень много еще осталось неизученного, что необходимо продолжить эти исследования. Их удалось сделать через 6 лет в 1977 году. Нас встретили уже как старых знакомых. За это время Папа Новая Глинея получила независимость. И теперь это уже была не колония, а независимое государство. И когда мы опять собрались в хижине для беседы с ними, они сказали «Это хорошо, что люди из Сталь Маклая прибыли к нам, но мы тоже хотим знать, что теперь происходит там, откуда к нам прибыл Маклай. Расскажите нам об этом». Мерик Маклая для меня это особая совершенно статья. И я все время думаем о нем, писал о нем и жажду получить все новые и новые сведения. Поэтому я был очень рад, когда Николай Николаевич Миклух Маклай, один из потомков путешественников, организовал экспедицию на берег Маклая. Николай Николаевич побывал у меня здесь, вот в этой квартире. Советовался изучать, с кем говорить. И впоследствии, когда они отправились, а потом вернулись обратно, я узнал очень много нового, о чем мне раньше не было известно.